Издание Автору со ссылкой на РБК сообщает, что в ближайшем будущем к привычным россиянам Ладе и Уазу добавится новый автомобильный бренд Солерс. На сегодняшний день компания владеет несколькими автомобильными предприятиями, где до недавнего времени выпускались автомобиль Ford и Mazda. Однако в связи с уходом данных компаний с рынка России ситуация немного видоизменилась. Одним из первых заводов, где Солерсы будут выпускаться, станет завод в Елабуге. На данном предприятии долгое время собирались полукоммерческие автомобили Ford Transit. Вообще спрос на малодонажные грузовые автомобили в России достаточно высок. Это и для сегмента малого и среднего бизнеса, и автомобили скорой помощи, и даже маршрутные междугородные автобусы. По итогам прошлого года дилерам было отгружено чуть более 150 тысяч автомобилей. Покрыть такой спрос одними газелями практически невозможно, считают аналитики. Безусловно, есть спрос и на китайцев, но те же Фавы – капля в море. Их было реализовано за 21 год смешные 4 тысячи. А вот Ford, собранные в Елабуге, составляют хорошую конкуренцию газу – около 20 тысяч машин. Поэтому решение о перезапуске Солерса, но уже без приставки Ford, выглядит решением закономерным. Как обещает руководство Солерса, уже в ближайшие будущем с конвейера сойдет принципиально новый малотоннажник, к разработке которого планируют привлечь всех нынешних работников предприятия и выпускников профильных учебных заведений. Пока предприятие, расположенное в Татарстане, анонсировало выпуск двух моделей легкого коммерческого транспорта.